На 41-м году жизни скончалась известная певица Жанна Фриске. Об этом сообщают ряд российских изданий со ссылкой на ее отца. О том, что Фриске опухоль мозга широкой общественности стала известна в январе 2014 года после официального заявления ее гражданского супруга, телеведущего Дмитрия Шепелева. После этого поклонники собрали для актрисы около 68 миллионов рублей, больше, чем требовалось на оплату ее лечения. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Певица, в частности, проходила курс лечения в Нью-Йорк, Жанна Фриске получила широкую известность благодаря участию с 1996 года в группе «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Также артистка снималась в фильмах, таких как «Ночной дозор», «Дневной дозор», о чем говорят мужчины. В апреле минувшего года она родила сына в Майами. Добавлю, что пока о смерти Жанны Фриске сообщил только один источник. Мы будем следить за развитием событий. Здравствуйте. На канале НТВ информационный выпуск. В студии Ольга Бороднева. Около двух часов назад стало известно, что умерла Жанна Фриске. Эту информацию нам подтвердил отец певицы. По его словам, все произошло накануне в 10 часов вечера. О месте и времени прощания пока не сообщается. В ноябре прошлого года у 40-летней исполнительницы обнаружили опухоль головного мозга, неоперабельную. Последние месяцы Жанна Фриске жила в Москве в загородном доме вместе с мужем и маленьким сыном. Жанна Фриске об этом в эфире Первого канала в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят» сообщил его гражданский муж Дмитрий Шепелев. Вот фрагмент его обращения к поклонникам артистки и журналистам. Все мы хотели бы прекратить любые информационные спекуляции, связанные со здоровьем Жанны. И при этом считаем, что поклонники и просто неравнодушные к ней люди имеют право знать правду. Жанна больна раком. Пожалуйста, поддержите нас добрым словом и поддержите нас молитвой. Пожалуйста, пожелайте нам добра. Дмитрий Шепелев добавил, что никаких интервью не будет до тех пор, пока Жанне не станет лучше. Она сама не захочет обратиться к своим поклонникам. Сейчас певица находится на лечении в германской клинике. Дома ее возвращение ждет сын Платон. Ему еще нет года. На съемочной площадке красавица-певица была кумиром для всех. В истории российского шоу-бизнеса есть примеры, когда жажда творчества помогала вылечить рак. Именно так произошедшее с ним чудо объясняет солист группы Нана Владимир Левкин. У него была последняя стадия с метастазами во всех органах. Но победив болезнь, он не только снова вышел на сцену, но даже еще раз стал отцом. Вставал утром, читал письмо. А почему я еще не на гастролях? Я всех спрашивал вокруг. Почему мы еще не поем? Почему мы не записываем новые песни? Пока в происходящее с Жанной Фриске не могут поверить ни поклонники, ни коллеги певицы. Артистки, с которыми Фриске выступала в группе блестящей, говорят, что в шоке и не дают комментариев. Мало кто на российской сцене сделал такую фееричную карьеру, как Жанна Фриске. За 15 лет она выросла из той черненькой, из девчачьей группы, в звезду первой величины и настоящий секс-символ. А после скандала с ее продюсером, который попытался отнять у певицы имя, стало совершенно понятно. Жанна Фриске незаменима. Она была и остается символом красивой жизни, кумиром миллионов. Телеведущая подруга Жанны Фриске Лолита Милявская начала сбор средств среди коллег-артистов. Деньги передадут семье Жанны. Ее друзья уверены, всесторонняя поддержка и внутренняя сила, которой славится певица, окажутся сильнее даже самого страшного диагноза. Светлана Чабан, Адана Голостян, Кирилл Пекторинский, РЕН-ТВ. Минувшим днем получила подтверждение информации о тяжелой болезни певицы Жанны Фриске. Ее близкие заявили, Жанна больна раком и попросили не требовать комментариев. Где она находится сейчас точно неизвестно. В средствах массовой информации лишь промелькнули сведения о том, что она отправилась на лечение за границу. Оксана Коваленко продолжит. Последний раз на экранах она появилась в этом клипе зимой. Уже получается прошлой. Больше выступлений не было. Поклонники не увидели ее на новогодних огоньках, друзья на звездных тусовках. Все очень надеялись. У певицы просто декретный отпуск затянулся. В апреле у Жанны Фриске появился первенец. А то, что молчит, так это многие объясняли ее сдержанностью. Я научилась не то, чтобы не открываться. Я не обросла броней ни в коем случае. Нет. Я так же радуюсь и так же доверяю и мужчинам, и людям вообще. Но я стараюсь выстраивать отношения так, чтобы мне не делали больно. Но сегодня родные все-таки нарушили молчание. Муж Жанны Фриске на официальном сайте артистке сообщил. Поклонники имеют право знать правду. Даже шокирующую. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой. Семья признанной красавицы нашей эстрады подтвердила. Фриске тяжело больна раком. Но от подробных расспросов хотели бы воздержаться. К этой позиции просят отнестись неравнодушных с пониманием. В ответ поклонники певицы пишут слова поддержки и желают ей стать российской Кайли Миноук. 9 лет назад австралийской поп-звезде удалось побороть онкологию и вернуться на сцену. Жанночка, дай бог вам здоровья. Боритесь и не сдавайтесь. Мы очень вас любим. Дорогая Жанна, не падайте духом. Мы все с вами. Все будет хорошо. В голове не укладывается, как такое могло произойти с таким светлым человеком. Жанночка, дай бог тебе скорейшего выздоровления. Ты нужна своему сынулечке, своей семье и всем своим поклонникам. Популярность пришла к Фриске, когда она появилась в составе группы «Блестящая». Затем начала сольную карьеру. Также снялась в нескольких фильмах. Запомнилась зрителям ее ведьма Алиса в блокбастерах о дозоре. Но чаще всего певицу приглашают на роль самой себя. Жритель всегда охотно встречает одну из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Буду очень-очень скучать. О самочувствии артистки коллеги по цеху ничего сказать не могут. Ее телефон не отвечает. По некоторым данным, певица находится на лечении в Германии. Это может быть ситуация, из которой человек может выйти без потерь. С другой стороны, это может быть ситуация абсолютно паттой для всех, для больного и для врачей. Можно лишь перевести его в накуренничество и продать его жизнь. Близкие фриски просят дать им время заниматься здоровьем артистки. А еще обещают, как только появятся хорошие новости, они обязательно сообщат. Оксана Коваленко, ТВ-центр. Другим темам, не менее трагичным, у Жанны Фриске. Рак. Слухи, появившиеся несколько дней назад в интернете, подтвердились. К сожалению, родственники популярной певицы сегодня официально сообщили, что у Жанны неоперабельная опухоль мозга. Сейчас артистка находится на лечении. Александр Телехин с подробностями. Спасибо всем за теплые слова и поддержку. Ценю. Скоро увидимся. Это одна из последних публикаций певицы на ее странице в Фейсбуке. Датирована 29 мая прошлого года. За месяц до этого у Жанны Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева, родился сын. После чего поп-дива буквально выпала из медийного пространства. Она не записывала песен, не появлялась на телевидении и даже не пришла на свадьбу родной сестры. Семь месяцев поклонники не получали никаких новостей от Жанны. До утра 20 января. То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой. Сообщение было опубликовано утром понедельника на официальном сайте певицы. Уже к обеду страница была заблокирована. В своем обращении родные и близкие попросили оставить их семью в покое. В эксклюзивном интервью нашему каналу о состоянии Жанны рассказал ее отец. Не знаю, какой диагноз. Я знаю, что опухоль головного мозга. Она никогда в жизни не жалуется. И она не хочет меня расстраивать, ни меня, ни маму, ни кого. Она просто... Она всегда говорит, папа, все хорошо. Поэтому я ничего не могу сказать, как она себя чувствует. Хорошо или плохо. Она говорит, что хорошо. У нее друзья хорошие. Они ее ни на минуту не покидают. Я не постоянно с ней на связи. Она уже была в двух клиниках. Сейчас вот в Нью-Йорке. Она взяла всегда спортивный образ жизни. Верит в Бога. Это ей должно как-то в конечном итоге давно помочь. Новость о болезни поп-звезды появилась на прошлой неделе. Очевидцы якобы заметили фриски в медпункте аэропорта Шереметьево. Предположительно, она отправлялась на лечение в Германию. Позже стало известно. Певицы с гражданским мужем действительно вылетали в этот день из страны. Но пытались сохранить это в тайне даже от друзей. Я слышала, что у меня у самой шок как бы уже в течение нескольких дней. Она близкая коллега и очень светлый человек. Я выживаю только, наверное, того, чего выживала себе и всем остальным. Лучше думать о том, что все процессы обратимы. Мобилизовать силу воли и знать, что равно все должно быть хорошо и не может быть по-другому. Слова поддержки Жанни и ее семье весь день выражают коллеги и поклонники. Пользователи Твиттера упоминают имя певицы в своих сообщениях примерно каждые 10 секунд. По предварительной информации у певицы диагностирована неоперабельная опухоль мозга в четвертой степени. Вылечить человека с такой опухолью, знаете, скажем так, наверное, мало шансов. Они шансы всегда есть в медицине, потому что от возможности ошибки диагностики и от того, что все-таки с болезнью борется сам человек. Врачи только помогают. Шансов реально мало. Но исключать полностью мы не имеем правя. Это только Господь Бог может сделать. В свое время со злокачественными образованиями смогли справиться знаменитая австралийская певица Кайли Миноук, актеры Майкл Дуглас и Роберт Де Ниро, российская писательница Дарья Донцова и певец Иосиф Кобзон. Верят чудо и близкие Жанны Фриске. Завтра будет все так, как надо. Помни, это не на все. Александр Терехин, Москва, 24. Мы присоединяемся к пожеланию здоровья Жанне Фриске. Надеемся, все на лучшее, конечно же. Российские артисты готовы организовать концерт, чтобы собрать средства на лечение Жанны Фриске. Об этом заявила певица Лолита Нилявская. Также она отметила, что непосредственно сбором денег для семьи певицы занимаются телеведущие Андрей Малахов и Леонид Закашанский. У Жанны Фриске глиобластома четвертой степени. По информации источника из окружения певицы, опухоль неоперабельна. Сегодня информацию о болезни Жанны Фриске подтвердил ее муж Дмитрий Шепелев. Он сообщил, что долгие месяцы его семья скрывала этот факт. Но сейчас все неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Шепелев призвал всех поддержать певицу словом и молитвой. О том, что известная артистка больна, Лайф Ньюс сообщил 15 января. В этот день ее экстренно отправили на лечение за границу. Певицу заметили в медпункте аэропорта Шереметьево. Туда Фриске доставили на медицинской каталке. В распоряжении нашего канала оказалась видеозапись, присланная одним из зрителей телеканала с помощью специального мобильного приложения. На ней Жанны практически невозможно узнать. Глиобластома наиболее агрессивный вид опухоли. Даже удаление на ранних стадиях зачастую не обеспечивает полного излечения. О причинах и методах лечения этого заболевания в прямом эфире Лайф Ньюс рассказала Ольга Желудкова, руководитель отдела нейроонкологии Федерального научно-клинического центра имени Рогачева. Мы не знаем, какие причины вызывают развитие этой опухоли. Эта опухоль развивается по своим причинам, которые неизвестны на сегодняшний день никому в мире. В последние 20 лет произошли серьезные изменения в сдвиге в лечении опухолей головного мозга, в том числе и глиобластома. В первую очередь, конечно, это связано с тем, что эти опухоли стали значительно лучше оперироваться, эти пациенты стали иметь полноценное оперативное вмешательство, хирургия значительно продвинулась вперед. В лечении этих опухолей применяется лучевая терапия, применяется химиотерапия. На сегодняшний день есть пациенты, которые живут и 2, и 3, и 4, и 5 лет.